В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте. Ненецкий округ держал позицию одного из немногих регионов, свободных от коронавируса. Но в мае вновь начали регистрироваться случаи заболевания COVID-19. Как победить инфекцию? Сегодня в нашей студии исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина и заместитель главного врача окружной больницы Оксана Соболевская. Здравствуйте, Елена Степановна. Здравствуйте, Оксана Львовна. И расскажите, пожалуйста, нам о текущей ситуации, которая сложилась с COVID-19 в регионе. Что у нас по COVID-19 на текущий момент? Дело в том, что действительно, мы три недели были свободны от коронавирусной инфекции. У нас не было зарегистрировано ни одного случая, стационар у нас был пустой. Но, к сожалению, в связи с тем, что у нас население выезжало на майские праздники, после 9-го числа мы стали регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. На сегодняшний день у нас болеет 11 человек. 5 человек находятся в стационаре в средне-тяжелом состоянии, остальные получают лечение амбулаторно. А на сегодняшний день сколько случаев зарегистрировано? 11 человек. А новых сколько случаев? Сегодня, на текущую дату, ноль свежих случаев. Те, которые тестировали в предыдущие сутки, не было бы инфекции. Как вы считаете, почему появляются новые случаи, с чем это связано? Тут два фактора, на мой взгляд. Первый, что мы все-таки вышли из зимы, иммунитет у населения несколько снижен. Плюс то, что население выехало на майские праздники и перевезло с собой инфекцию. И вот на ослабленный иммунитет случилась такая реакция. Можно сказать, что это третья волна? Ну, за волну очень сложно говорить, потому что вообще инфекция течет волнообразно. говорить о том, что волна, это надо, чтобы вообще в ноль вся заболеваемость ушла, и потом появился скачок. Ну, так как мы все равно, как Российская Федерация, поэтому сложно сказать, что это волна. Ну, было снижение, сейчас очередной подъем. Что это означает? У нас снова появятся какие-то меры ужесточения, снова будут какие-то ограничительные меры вводиться? Ну, все зависит от того, какой будет уровень заболеваемости. Ну, следует отметить, что то, чего мы добились, то, что у нас снизилось совсем, и в конце апреля, в начале мая мы ничего не регистрировали, это как раз благодаря тому, что у нас были очень жесткие ограничительные мероприятия. Вводить или не вводить новые меры, это все будет по согласованию с Роспотребнадзором, они отслеживают динамику заболеваемости. И если будет принято такое решение, то, скорее всего, могут быть и ограничительные мероприятия. Но тут очень зешенно нужно подходить. Если все-таки такие меры будут введены и будут опять спросить при прилете ПЦР-тесты, нужно ли, будет, вернее, будут ли какие-то, ну, так скажем, льготы у тех, кто вакцинировался? Будет ли считаться справка, паспорт вот этого вакцинированного человека, считаться, что он свободен от коронавируса, что он может прилететь без ПЦР-теста? У нас такие меры ограничительные, да, при допуске на работу, например, внедрены у недропользователей. И там, надо отметить, очень хороший положительный эффект. То есть лица, которые заезжают на вахты, то есть это тоже ограниченные коллективы, люди меняются с определенной чистотой. Для того, чтобы зайти на эти вахты, необходимо предъявить либо справку о вакцинации, либо тест ПЦР, либо справку об уровне антител, которые должны быть на достаточно высоком уровне. То есть, в принципе, вариантов достаточно много всяких разных для того, чтобы не вводить жесткие требования, в том числе и к тестированию ПЦР. То есть, если человек вакцинирован, то, в принципе, он может свободно заходить на территорию и без дополнительного исследования тестом ПЦР. Но для того, чтобы нам выйти из этой ситуации, чтобы нам не вводить меры ограничительные, все-таки самый оптимальный, самый действенный способ – это вакцинация. То есть, иммунитета мы можем добиться только двумя способами. Либо всем дружно переболеть, чего бы не хотелось, да, потому что инфекция очень коварная, и после нее очень тяжелые последствия, либо вакцинироваться. На сегодняшний день у нас есть три вакцины в регионе для создания коллективного иммунитета. Это «Спутник В», который у нас пользуется уже давно, с сентября месяца, вакциной «Пивак Корона», которым мы пользуемся с марта месяца. И вот буквально на той неделе у нас появилась новая вакцина «Ковивак», которую тоже можно использовать для нашего населения. Оксана Львовна, а какое наблюдается течение болезни у тех, кто вот сейчас обратился в больницу? Как проявляет себя коронавирус? Что происходит? Здравствуйте. В больницу, конечно, поступают преимущественно больные, у кого средне-тяжелое и тяжелое состояние. На амбулаторном этапе находятся те, у кого легкое течение болезни. Сейчас, к счастью, у тех, кто находится на стационаре, средне-тяжелое течение болезни. Тяжелых больных на данный момент нет. Но инфекция настолько коварная, особенно у пожилых, то есть 55-60-е, естественно, старше. В этом возрасте буквально за полсуток может произойти кардинальное изменение от удовлетворительного состояния до тяжелого состояния. Поскольку чем старше возраст, чем старше человек, тем больше хронических заболеваний, которые однозначно обостряются даже на фоне небольшого количества вирусов, которые попадают в организм. Поэтому ухудшение состояния очень быстро происходит. Мы можем взять его на амбулаторное звено, а на следующий день приходится госпитализировать уже с тяжелым состоянием. Сейчас пока все 5 человек, это средней степени тяжести. И надо сказать, что если мы говорим о вакцинации, то однозначно все 4 вакцины, которые есть, они дают эффект вакцинации от 90 до 94%. Спутник Лайт чуть меньше 90%, но однозначно можно говорить о том, что все 4 вакцины на 100% гарантируют того, что если человек все-таки, скажем, со сниженным иммунитетом или имеющий множество хронических заболеваний, все-таки заразился, то вакцина ни в коем случае никогда не даст развиться тяжелому состоянию болезни, не говоря уже о летальном исходе. Это 100% гарантия того, что как бы много вируса не попало в человека, в человека не разовьется тяжелого течения. А какие осложнения бывают? Что связано с осложнениями? Какие это заболевания? Осложнения, которые развиваются на фоне новой коронавирусной инфекции, как правило, в первую очередь затрагивают сердечно-сосудистую систему, вплоть до развития, возможно, и острых состояний по типу инфаркта миокарда, вплоть до этого. То есть у людей, предрасположенных, например, с выраженным атеросклерозом, вполне возможно даже такая вот ситуация, как я сказала, вплоть до инфаркта миокарда. Это могут быть тяжелейшие гипертонические кризы, это может быть такое страшное осложнение, как образование тромбов, особенно у лица, у кого уже есть варикозная болезнь сосудов, особенно нижних конечностей чаще всего. Тромбофлебиты. Довольно выраженные осложнения бывают связаны с нервной системой. Как правило, чаще всего это общие проявления в виде выраженной слабости, в виде повышенной чувствительности, кожных покровов особенно. Но это могут быть и состояния, опять же, в первую очередь, у людей старшего поколения, вплоть до развития острого нарушения мозгового кровообращения. Может быть, развитие таких состояний, скажем, у человека, предрасположенного к развитию сахарного диабета, до второго типа, опять же, мы говорим, в сторону пожилых людей. То есть, если есть предрасположенность, то COVID-19 может подтолкнуть. Да, возможно, у человека бы в 60 лет или в 65 развился, в 55 он получил этот COVID-19 и, соответственно, может подтолкнуть в этом возрасте уже и сахарный диабет развиваться. То есть, к большому счету, вот эти осложнения можно продолжать долго-долго. Самое частое, конечно, пневмония, которую мы видим. Очень у многих, кто находится в стационаре, и если это пневмония захватывает больше 70% поражения легких, то здесь уже говорят, можем говорить о состоянии, которое приближается к крайней степени тяжести. Поэтому, по большому счету, все органы и системы, к сожалению, могут быть задействованы как в осложнениях от коронавирусной инфекции. А у нас в регионе много таких случаев, что возникают осложнения у людей после коронавируса? Ну, здесь, наверное, нельзя говорить именно о Ненецком автономном округе, да, потому что, ну, во-первых, у нас и малочисленное население, да, здесь срабатывает закон малых чисел, и поэтому тут трудно очень говорить с процентным соотношением. А то, что если взять в среднем по России, то, конечно, по отдельности не назову вам сейчас цифры, да, но в среднем по России все осложнения, значит, если не брать пневмонию, да, по другим органам, то это минимум 30 процентов. Из этих 30 процентов 80 процентов лица старше 50-60 лет. Если взять отдельно пневмонию, то здесь, конечно, цифра будет идти уже не 30 процентов, да, это, скорее всего, будет как минимум половина. А летальные исходы? Сколько случаев летальных исходов в Ненецком округе? Сколько человек на сегодняшний день? Ну, вообще, судя по той сети, которая у нас висит на стоп коронавирусе, чисто от ковида у нас погибло 4 человека, то есть причиной смерти был ковид. Вообще, избыточная смертность, которая у нас прошла по региону в 2020 году, это 30 процентов новых случаев, они были все сопряжены с ковидом, то есть лица перенесли коронавирусную инфекцию в ноябре-октябре, и спровоцировали вот эти вот осложнения, то есть у них развились те состояния, про которые говорила Оксана Львовна, это инфаркты, миокарды, это инсульты, и люди погибли. То есть опосредованно ковид дал старт сосудистым катастрофам, что послужило летальность. То есть у нас, если в абсолютных числах, то у нас порядка 29 человек, имея в анамнезе ковид, к концу года закончили летальным исходом. То же самое в этом году, то есть у нас избыточная смертность, связанная с ковидом. Что же делать, как прекратить распространение коронавируса? Чтобы прекратить движение коронавируса на нашей территории, необходимо вакцинироваться. Это единственный способ, который поможет нам сохранить наше население. И еще следует отметить, что у нас в связи с тем, что было очень мало заболеваний, то есть население немножко бдительность потеряло, то есть и поток на вакцинацию уменьшился, и люди перестали соблюдать меры санэпид безопасности. То есть в магазинах у нас люди без масок, то есть там, где скапливаются большое количество, то есть общественные мероприятия тоже проводятся, люди маски не носят. То есть тут надо немножко подумать, наверное, чтобы снова забодриться и снова начать соблюдать то, что необходимо соблюдать. То есть это и масочный режим, это и соблюдение вегиены рук, ну и вакцинация, в первую очередь вакцинация. Почему все-таки надо вакцинироваться? Может быть, проще просто переболеть, и будет, да, иммунитет уже, и... Ну, следует сказать еще раз о том, что после перенесенной коронавирусной инфекции, первое, да, мы сталкиваемся с проблемой того, что у людей возникают состояния осложнения, и длительный текущий период восстановительный, да, то есть с чем обращаются наши пациенты, да, это и выпадение волос, эмоциональная лоббильность, это старт новых заболеваний. Ну, если кому-то нравится валить, то, конечно, может вывалить, но я думаю, что вакцинация – это единственный способ, который нам поможет выйти из этой истории. То, что касается вакцинации, мы ее вакцинируем наше население уже с сентября месяца, по крайней мере, вот тот регистр, который у нас ведется, там не отмечено ни одного неуправляемого случая осложнения после вакцинации, да, были реакции, повышенная температура, ломота, кто-то выпадал, так скажем, из обоймы где-то на 3-4 дня по причине высокой температуры и общего недомогания, которое было после вакцинации. Но никто после вакцинации у нас не пострадал той части, что начали старт новые заболевания. Поэтому вакцинироваться необходимо. И учитывая, что иммунитет, который формируется после заболевания, он же формируется, так скажем, на горячем организме, то есть и высокая температура у человека, да, и вообще огромный стресс для организма в связи с борьбой вот с этим живым вирусом. То, что вводится в организм человека в виде вакцинации, это осколки, так скажем, вируса, да, которые не несут на себе никакой генной информации. Поэтому именно вот эта дрессировка нашего организма на встречу с вирусом дает возможность организму спокойно выработать все антитела необходимые для того, чтобы при встрече уже с живым вирусом организм адекватно отреагировал, и не было заболевания, и, как следствие, не было осложнений. А как долго действует прививка? Ее, она пожизненная или нужно каждый год прививаться, как от гриппа? Каким образом это вообще происходит? Ну, учитывая, да, что вот эта инфекция, она все-таки вирусно-респираторная, прививаться от коронавирусной инфекции нам придется ежегодно. Что касается длительности иммунитета, который формируется после вакцинации, тут, по тем данным, что у нас есть, если граждане вакцинируются спутником, там подольше, там... До двух лет они... До двух лет. Может держаться иммунитет, если вакцины, которые более ослаблены, вот эти... Эпивак, и Кови-Вак, там до года. Так же, как при... По большому счету, так же, как при гриппе. Да, то есть у нас, независимо от того, какой тип гриппа развивается, у нас любая вакцина, будь то свиной грипп, будь то классический вариант гриппа, да, в вакцину входят оба штамма, и свиного гриппа, и классического гриппа. Да, там тоже вакцина дает иммунитет на год, чуть больше года. Мы не даром каждый год мы должны подвергаться вакцинации против гриппа. Кстати, вот хочется добавить еще в плане важности вакцинации, и Елена Степановна уже немножко об этом сказала, и я сказала, но хочется акцентировать, что если человек все-таки заражается после вакцинации, да, когда очень много вирусов попадает в организм, а у человека, например, изначально ослаблены иммунитеты какими-то, ну, может быть, он таблетки какие-то принимает, да, хронические заболевания, вот, или психоэмоциональный стресс какой-то, такой человек никогда не заболеет тяжело, уж не говоря о летальном исходе. Вот правильно Елена Степановна сказала, кому хочется болеть, пусть болеют, да, и это может быть дать толчок новым заболеваниям, но самое-то страшное, что летальный исход может быть. Поэтому, как тут говорить о значимости и эффективности, так все понятно. А какие у нас вакцины в регионе есть? Что вы предлагаете? У нас есть три вакцины, да, вот это спутниковая первая вакцина, которая идет замороженная, да, которую мы с трудом с таким доставляем по населенным пунктам. У нас есть вакцина Epivac, корона и есть Ковивак. А как определиться, какую лучше себе поставить, какая более эффективна, вообще кто-то поможет это сделать? Как это происходит? Может лечащий врач. Потому что, когда вы приходите на прием к врачу, врач имеет доступ к вашей медицинской документации, исходя из вашего анамнеза, ваших перенесенных заболеваний, принимает решение о том, какую вакцину можно ввести. Ну, как бы, пока есть выбор, еще граждане сами могут определить, выбрать, точнее, эту вакцину, которую хотят привезти. Она как-то зависит от возраста тоже, наверное, да, или вот... Это просто разные производители, и, ну, в принципе, все, наверное. Только разные производители. А так иммунитет формируется от всех трех вакцин, которые у нас сейчас есть в наличии. Иммунитет как гуморальный, так и клеточный. То есть эффект мы получим в любом случае, какую бы вакцину ни выбрали. Единственное только, что если люди прививаются спутником, то шаг между первой и второй вакцинацией три недели. Если и Пивак, и Ковивак, то это две недели, минимальный разбег. То есть как бы тут все зависит от тех условий, то есть ситуации, в которой находится каждый пациент. Ну и это какие заболевания у них есть. То есть, допустим, если это лица старшего возрастной категории, если это лица, которые имеют тяжелые хронические заболевания, аллергические, конечно, и Пивак более предпочтительный. Если все стандартно, стабильно, то можно спутник. То есть прийти и привиться вот прям сразу нельзя. Нужно обязательно сначала обратиться к врачу, к терапевту, который, да... Ну это предусмотрено. Перед любой вакцинацией вы просто так не придете в поликлинику, и говорите, что я хочу привиться. Вас верно, доктор посмотрит. Потому что, кроме того, что есть и хронические заболевания, еще нужно быть уверенным, что у вас нет текущего острого заболевания, которое может быть противопоказанием. То есть в остром состоянии, в любом, то есть обострение хронического заболевания, какое-то новое респираторное заболевание, которое течет, да, с повышением температуры, с какими-то проявлениями, то вакцинация, конечно, не производится. А случаи заболевания после прививки были зарегистрированы в округе? Были какие-то тяжелые осложнения после прививок? Нет. Нет. Ни осложнений, ни тяжелых заболеваний, там, чтобы вакцина провоцировала, например, обострение хронических заболеваний. Такого не было зарегистрировано. Как я уже выше сказала, были реакции на вакцинацию, но не все прописаны в аннотации, то есть ничего сверхъестественного не было. То, что я уже говорила раньше, да, это повышение температуры, недомогание, боль в месте введения препарата, но эти все явления не проходят в течение суток. Это то, что бывает, по большому счету, на любую вакцину. То есть это говорит о том, что организм реагирует и начал работу на выработку иммунитета против этой инфекции. То есть так просто ввести лекарственные препараты, не получить реакции, тоже немножко подозрительно, но должна быть какая-то реакция. После вакцинации выдается какая-то справка, выдается сертификат, что предоставляется человеку, что оно... Почему мы просим, чтобы наши пациенты, когда приходили в медицинскую организацию, переносили с собой копии документов, полис, НИЛС и паспорт, для того, чтобы мы могли данные пациенту ввести в федеральный регистр вакцинированных. После того, как мы введем эти все данные в этот регистр, после первой вакцинации пациенту приходит на электронную почту информация, что на госуслугах у него есть дневник самонаблюдения, который пациент может заполнить. После второго вакцинации формируется сертификат. И можно где-то воспользоваться? Да, и можно где-то воспользоваться. То есть сертификат дает право выезда в некоторые страны на отдых, так скажем. Сертификат теперь просят при поступлении в плановом порядке в медицинские организации за пределами округа, в санаторную организацию предъявляется. То есть он сейчас востребован, и есть необходимость его заиметь. Если вдруг нет возможности зарегистрироваться на госуслугах и получить сертификат в электронном виде, то наши медицинские организации могут подготовить справку, выписку из привычной формы, где, когда и какой вакциной гражданин был привит. А если смотреть среди провакцинировавшихся, кто более сознательный у нас в регионе? Это старшее поколение, молодежь, кто охотнее, чаще приходит на вакцинацию? Все-таки в большей степени это трудовой возраст. У нас, к сожалению, немножечко в плане пожилого возраста почему-то настороженности, несмотря на то, что врачи очень активно и объясняют, и предлагают, как в стационаре, так и на амбулаторном звене. Как-то наше пожилое население не совсем сознательное. А трудовой возраст, да, основную массу они дают на вакцинации. Что касается сельских жителей, село у нас активно вакцинируется, и как вообще происходит вакцинация на селе, каким образом, как это у них делается? Ну, к сожалению, хочется сказать, что село немножко притормозило у нас с вакцинацией, когда вакцина поступила, очень активный был спрос, был просто сумасшедший спрос. Прям посылайте, будем вакцинироваться. Сейчас почему-то все сошло до минимума, и такого ажиотажа нет, хотя непонятно, почему. Село у нас в самом невыгодном положении, я считаю, да, что, во-первых, далеко, во-вторых, они точно так же эмигрируют, как и городское население, выезжая за пределы, да, если что-то случится, то есть у нас, по крайней мере, хотя бы медицинская организация близко, да, пять минут доезда, в селе выехать очень проблематично, учитывая, что у нас и погодные условия могут меняться, да, что может случиться, ну, допустим, да, какая-нибудь техногенная катастрофа, куда вперед должен быть вылететь уборт санитарной авиации, нежели на пациента с инфекционным заболеванием. Поэтому я думаю, что сельские жители, наверное, зря немножко тут упускают такую возможность уникальную привиться до начала периода отпусков. А вакцина, вот я уже говорила, да, что у нас спутник, она была замороженная, поэтому она у нас пока сконструирована в городе, а на село отправили и пива, которая с более благоприятным температурным режимом, и вакцина вся в наличии есть. Поэтому, если сельские жители изъявят желание, они могут подойти в свою медицинскую организацию, ФАП, или в участковую больницу и привиться. А насколько безопасна и качественна вакцина? Вакцина абсолютно безопасна, она прошла все стадии проверки, и вакцина, это та же самая, что у нас, она отправляется за пределы Российской Федерации, то есть это абсолютно безопасная вакцина, на стопроцентной гарантии того, что там нет никаких запрещенных веществ, она безопасна. Здесь можно сказать, что вакцины, которые особенно спутник ВИИ и КовиВак вакцины, они сделаны, вот спутник ВИИ сделаны как вакцина, близкая по своему механизму к вакцине против лихорадки Эбола и КовиВак тоже очень близки о ней, хотя механизмы самого производства разные, но вот показатель того, что насколько это серьезные вакцины, то есть по своей ответственности к выработке иммунитета, то есть наверняка население тоже слышало и в средствах массовой информации о такой тяжелейшей инфекции, как лихорадка Эбола. И вот это один из показателей того, что вакцины очень близки по механизму действия, то есть говорит о серьезности этих вакцин, насколько они ответственные, насколько они качественные. А сейчас вот много информации, что штамм коронавируса меняется, и вот эти вакцины, они защитят от новых штаммов коронавируса или нужны новые прививки? Они защитят. Самое главное, чтобы в холодный организм без заболевания попали в эти вакцинальные элементы. То есть у нас уже гарантированно совершается иммунитет, и по крайней мере за счет перекрестного этого действия организм будет защищен. Даже если эта встреча будет с мутировавшим штаммом, все равно уже в организме человека есть защитные клетки, которые не дадут развиться тяжелым осложнением. Дело в том, что там в вакцине содержатся те белки вирусов, они по-разному переносятся в организм при разных вакцинах, но содержатся именно те белки, которые либо совсем не подвержены мутации, либо минимально подвержены мутации. То есть вот сколько бы штаммов не сформировалось в природе этого вируса, у него будут те же самые белки, которые у первоначального вируса были, то есть которые не подвергаются мутации или минимально подвергаются. То есть соответственно вот эти защитные клетки в первую очередь будут нацелены поймать вот эти неизменившиеся белки и начать работать, давать начало работе иммунитету. А если человек переболел коронавирусом, он должен прививаться? И вообще какой, то есть вот допустим, человек переболел коронавирусом в прошлом году, человек переболел коронавирусом там 2-3 месяца назад, какой период, когда он должен проходить вакцинацию, или это не зависит от того, болел ты или не болел, как это вообще? Ну, если человек переболел коронавирусной инфекцией, да, тоже, как уже говорили раньше, иммунитет на него формируется, но он не длительный, то есть после любой инфекции иммунитет гаснет достаточно быстро. Если переболел, так скажем, естественным путем, и свернулся естественный иммунитет. В среднем считается, что 6 месяцев, но по тем данным, которые вот уже у нас сформировались, да, потому что люди любят сдавать анализы на антитела, иммунитет гаснет, по крайней мере, у наших жителей, не знаю, с чем это связано, может быть то, что это крайний север, кислородные голодания, таких исследований пока не проводилось, но могу предполагать. У нас иммунитет гаснет за 3-4 месяца. Тот, который сформировался после перенесенной инфекции. Поэтому если ставить вопрос о вакцинации, то вакцинироваться даже после перенесенной инфекции через 4-5-6 месяцев однозначно можно и нужно, потому что любая инфекция, вот эта вот коронавирусная, неважно какой штамм, он очень сильно гасит собственный иммунитет, и чтобы иммунитету помочь, и он не заразился второй раз, лучше все-таки вакцинироваться, потому что регистрируются случаи и в Российской Федерации, и в мире повторного заражения коронавирусной инфекции. То есть человек переболел, допустим, в ноябре, он совершенно свободно заболевает в марте, и поэтому вакцинироваться нужно. Расскажите еще раз, вот как происходит вакцинация, что нужно сделать. Вот человек посмотрел нашу программу и решил, что он хочет прийти вакцинироваться. Что нужно сделать, куда ему нужно обратиться, вот прям механизм действия, чтобы вдруг кого-то это сподвигнет на вакцинацию. У нас вакцинация организована в двух медицинских организациях. Это поликлиника Ненецкая окружная больница, например, Катринадц, которая находится. Там работает привычный кабинет, ежедневно с 9 до 16 часов. И также привычный кабинет работает в странной районной поликлинике. Тоже в такое же время. Записаться очень легко. Это либо по телефону 122, либо через портал госуслуг, либо просто прийти. Если вдруг так складывается, что не работает компьютер, отсутствует телефон, можно просто прийти самоходом, взять с собой документы, которые я уже озвучила выше, полис, паспорт и СНИЛС, и привиться. Возраст все должны прививаться? Старше 18 лет. А почему младше не прививают? То есть это люди не болеют? Потому что на детках еще не проводили исследования, поэтому деток пока не прививаем. Единственное, что хочется сказать, что буквально вчера пришла информация из Минздрава, что спутник В уже может быть использован у беременных женщин. То есть это говорит о том, что вакцина настолько безопасна, что их можно даже беременным женщинам вводить. Поэтому я думаю, что беременных мы пока прививать не будем до официального разрешения. Но так как исследования уже в этой части проведены, а беременные женщины – это у нас носители двух организмов, поэтому если даже им безопасно, то безопасно всем остальным. Вакцинация у нас идет с 18 лет и старше, то есть без ограничений. 60 плюс тоже совершенно свободно можно записываться, вакцинироваться. Планируется, что где-то к началу осени, в первом сентябре-октябре, уже закончатся исследования по проведению вакцинации у детей. Сейчас они начались, исследования. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам. К нам очень надеюсь, что мы победим. Наш регион будет снова свободной территорией от коронавируса. Я прощаюсь с вами и напоминаю, что мы говорили о мерах профилактики COVID-19. И гостями нашей студии были исполняющие обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина и заместитель главного врача окружной больницы Оксана Соболевская. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok